С ружием и штифтом с ружием и штифтом девятилетнего Егора спасет срочная операция. Газета «Коммерсант» номер 33 от 25 февраля 2019 года, строение 6. Егор Вахрушев живет с родителями и трехлетней сестрой в селе Завьялова, в Удмуртии. У мальчика несовершенный остеогенез, его кости очень хрупкие и постоянно ломаются. Длительное лечение, которое оплатили читатели Росфонда, помогло Егору окрепнуть и начать ходить. А буквально за день до Нового года мальчик упал и получил тяжелый перелом левого бедра. Штифты, которые стояли в кости, сместились. Сейчас их нужно экстренно удалить и установить новый телескопический штифт, который будет удлиняться по мере роста Егора. Но денег на дорогую операцию у семьи нет. Третья классник Егор Вахрушев не просто фанат Звездных войн и игры. StarCraft 2 Я сам хочу создавать плазменные пушки и сделать гипердвигатель, говорит он, а вместо пороха придумать суперускоритель, чтобы стрелять бесшумно. Мальчик рассказывает об оружии будущего лежа. Одно бедро у него сломано, он почти по пояс в гипсе. Егор не любит звук стрельбы, поясняет мама Елена. Первые годы жизни он ломал ноги по 3-4 раза в год и до истерики боялся больниц. С ними прочно связан войпилы, разрезающий гипс. Все похожие звуки до сих пор его пугают. Егор родился со сломанной ключицей. А ноги, как показал рентген, сломались и неправильно срослись у него еще в утробе матери. В первый месяц жизни младенец из Удмуртского села Завьялова познакомился с главным республиканским генетиком. Но ранняя диагностика не помогла вовремя начать лечение. Отчасти потому, что в Удмуртии специалистам не хватает опыта. Егор стал для них лишь шестым пациентом с диагнозом несовершенной остеогенез. И отчасти потому, что родители не сразу приняли диагноз. «Я была будто не в себе», — признается Елена. «Представьте, выписали ребенка из больницы в месяц, а в два он снова ломает ногу на собственном крещении. И так по кругу, больница, дом, перелом. Врачи говорили, он не будет ходить. Простые люди, что не жилец. Я не хотела никого слушать». Из-за частых переломов кости у хрустальных детей сильно деформируется. К двум годам правая нога Егора стала короче левой. Тогда родители повезли сына в Москву, к врачам GMS Clinic. Там они узнали, что этот диагноз не приговор и Егор сможет ходить. Главное, поскорее начать лечение, укрепление пористых костей сына. Денег на дорогое лечение у родителей не было, но им помогли жертвовать или РУСФОНДА. И переломы стали происходить реже. В пять лет Егору вставили в оба бедра штифты, мальчик начал потихоньку ходить. За ручку, по чуть-чуть. Он плакал от боли. Вспоминает Елена. «Мы даже ходили по ночам на стадион с мягким покрытием, чтобы ему было проще». Бедный старуш каждый раз пугался. А потом Егор увлекся военной техникой. Каждый раз в Москве, в каком бы ни был состоянии, он просился в музей вооруженных сил. Мальчик начал придумывать танки на ножках, на двух, на шести, на девяти. На очень устойчивых ножках, которые могут ходить везде, без поддержки и не по пятнадцать минут, как Егор. Дед вырезал ему несколько деревянных ружей и пистолетов. Один автомат, по эскизу самого Егора. Мальчик дает его иногда трехлетней сестре Кате, и вместе они отбиваются от космических пришельцев. В семь лет Егор пошел уже без поддержки. Но вместо ближайшей сельской школы родители определили его в хорошую дистанционную. Отношения со сверстниками у Егора пока не складываются. «В шахматном кружке все надо мной смеются, потому что слабые. Не могу дать по морде», — говорит Егор. «Но я начал вести себя так, как советуют родители, не обращать внимания и стараться обыгрывать шахматы. Только стало получаться, и вот я опять отстаю». 30 декабря Егор поскользнулся на ровном месте дома. Штифты, которые ему установили почти пять лет назад, не выдержали. Левая обедренная кость сломалась. Теперь вместо них нужно поставить более современный телескопический штифт. Он раздвигается по мере роста кости. Но в Удмуртии таких операций не делают. Нужно снова ехать в Москву и оперироваться за большие деньги, свыше 1,5 миллиона рублей семье, в которой работает только отец. Такую сумму не собрать. Тем более срочно. Родители Егора просят помощи. Давайте дадим ребенку шанс снова пойти и победить наконец соперников в шахматном кружке. Дина Исупова, Удмуртия. Дина Исупова, Удмуртия.